21 сентября исполнилось 120 лет со дня открытия Заверной астрономической обсерватории имени Василия Энгельгарда Казанского федерального университета. В связи с этим 25 сентября на территории обсерватории прошли праздничные мероприятия. Мероприятие приняли участие государственный советник Республики Татарстан Минтимир Шаймиев, ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров, заместитель министра финансов Российской Федерации Алексей Лавров, руководители республиканских министерств ведомств, почетные представители Союза ветеранов космических войск Российской Федерации, Академии и Ассоциации космонавтики России, а также представители научного сообщества, школьники и студенты. Мероприятие начало из торжественного открытия скульптурной композиции в честь основателей Астрономической обсерватории Казанского университета Дмитрия Дубяга и Василия Энгельгарда. Самое главное, мы сегодня собрались и созрели к тому, что сегодня будем открывать вам выдающимся шонам, друзьям по жизни Дмитрия Ивановича Дубяга и Василия Павловича Энгельгарда. Благое дело делаем. Это благородство. Мы вписываем прекрасные строки в историю университета. Мы с вами все вместе хотим подписать или нет, или что, как угодно, но это делается нами с вами. Задумано и делается. Поэтому огромное спасибо всем вам. Слова приветствия и поздравления с юбилеем университетской обсерватории прозвучали и от ректора Казанского университета Ильшата Гафорова, заместителя министра финансов Российской Федерации Алексея Лаврова, главы Зеленодольского муниципального района Михаила Фанасьева, первого заместителя председателя Центрального совета Союза ветеранов космических войск России, генерала-лейтенанта Владимира Лавласюка. Далее гости проследовали к сцене, где состоялась церемония вручения наград правительства Республики Татарстан и Фонда возрождения Республики Татарстан. Я благодарен всем тем людям, которые сохранили данную территорию и сегодня делают все, чтобы здесь наша обсерватория получила новое развитие. Вот только что открывая памятник Дубяга и Энгельгарду, Матимир Шарипович сказал, что мы сейчас работаем над номинацией кручения данной территории в список всемирного наследия ЮНЕСК. Это будет говорить, что обсерватория станет музеем под открытым небом и все, что здесь имеется на сегодняшний день, будет сохранено на века. Памятными именными медалями, посвященными 60-летию первых космических полетов Юрия Гагарина и Германа Титова, были награждены Государственный советник Республики Татарстан Ментимир Шаймиев, ректор Казанского университета Ильшат Гафуров, проректор по научной деятельности КФУ Дмитрий Таюрский и проректор по хозяйственной деятельности Ленар Сафиолин. Далее состоялось долгожданное открытие многофункционального выставочного павильона научно-просветительского центра КФУ в области астрофизики и естественных наук «Астропарк». Таких объектов, где на одной территории расположена действующая астрономическая обсерватория, это очень важно, здесь есть действующий телескоп, участвующий в научных программах, в том числе международных, планетарий, совмещенный с этой обсерваторией, современнейший в России и один из самых современных в мире. Создан на наших глазах объект, это значимый этап в развитии Казанского федерального университета. Для студентов и школьников были организованы концерты с участием коллективов художественной самодеятельности КФУ, гоночные соревнования, квадрокоптеров, демонстрация полнокупольных фильмов планетарий КФУ, выставка оптических телескопов и многое другое. Елизавета Никитина, Андрей Богудинов, Универньюс.